Когда же человек покинул этот мир, Нефеш никогда не отходит от могилы. И посредством этой силы Нефеш... Ну, конечно, он... А на иврите... Профессор, простите, я должен закончить, тут очень хорошо... И посредством этой силы Нефеш, оставшиеся в могиле, ведают мертвые и разговаривают друг с другом. Да. В гробах. В гробах, темной ночью, под луной. Так вот, это ты оставил для театра. А на самом деле... А на самом деле... Мертвые желания, с которыми я был внутри этой мамы своей, вот сейчас, когда мы с тобой находимся еще в нашем мире, до рождения в мир осия, до пробуждения, до озарения. Вот это место, которое я покидаю, я покидаю свою могилу. Шикарно. Рехем или кевер, это одно и то же. Одно и то же, да. Это обратно... Когда я переворачиваю, тогда становится возрождающейся силой вместо... То есть, я умертвляю свои сегодняшние настоящие желания и поднимаюсь на следующую ступень. Вот это и является выходом из могилы, наружу, рождением нового человека. А в принципе, мы тоже так в нашем мире как бы верим, что после того, как человек закапывает его в землю, снова он рождается и так далее. Зачем мы вообще относимся так к телу, которое умерло? Которое никому не нужно, как бы. Да, кому оно надо, какой от него прок. Наши какие-то ностальгии по нему. Мы приходим, что? Камень погладить. Что в нем есть? Ничего в нем нет. Это именно в соответствии с духовным. Потому что из мертвого духовного нашего желания, эгоистического, рождается правильное альтруистическое желание. Поэтому мы как бы с уважением, с, как сказать, даже с почтением относимся к нашему эгоизму, потому что на нем мы базируем весь наш духовный рост. О чем они говорят там? Вот просто я понял, что это не те там разлагающиеся тела в гробах или без гробов. А о чем, что это за мертвые, которые в могилах? В духовном мире, конечно, это же духовный язык просто наш. Мертвые, это мы с тобой. Вот мы разговариваем. Да, вот мы с тобой разговариваем о том, как нам стать живыми. Как нам выйти из этого состояния. Вот это называется перейти из мертвых в живых. То есть весь мир, который мы видим вокруг, он мертвый? Конечно. Люди ходят по земле? Этот мир, он мертвый мир. Все мертвы. Он потому что заключен внутрь себя. Зор так и говорит. Посмотрите на этих людей, как глазницы повернуты в них внутрь себя. Представляешь, очень красивые образы. Это просто великолепно.